Попал в историю. Эхо Москвы. Всё так. Ну что же, мы начинаем. У микрофона и перед камерой Сергея Бунтвана. Я заменяю Алексея Венедиктова. Заменяю с удовольствием, потому что я очень люблю передачи с Натальей Ивановной Басовской. Я тоже. И тем более мы сегодня можем исторически посудачить Адаме нам известный. Хорошо известный. Добрый вечер. Я тоже с удовольствием встречаюсь с Сергеем Александровичем. Мы с ним не раз эпизодически в прошлые времена говорили. И, в частности, именно о Средневековье. Сегодня рубеж Средневековья в английской истории. Мария Тюдор. Даты жизни 1515-1558, а королева с 1553 года. Королева из английской династии Тюдоров, знаменитой, которую прославила, конечно, не Мария, а Елизавета Первая, Великая. Но всё-таки, да, самая династия. Да, наполовину страны были разные матери, один отец, Генрих Восьмой Тюдор. Мария Первая. Она же последняя в английской истории. Ну как? Что она такое? Мария, в смысле? Номеров больше не было. Мария Вторая. Мария Вторая, но дочь Якова. Более поздней истории, да. А вот здесь, в конце Средневековья, на ней всё кончается. Интересно, что на Марии кончается, как бы, делает потрясающий зигзаг, но не кончается политика Тюдоров. Она вся со своей политикой, своей личностью большой разворот в неожиданную сторону. Если в целом для династии Тюдоров характерна, начиная с основателя Генриха Седьмого и заканчивая, конечно, апогеем Елизаветы, поддержка развивающегося раннего капитализма, протекционистская политика, поддержка реформации, такая разумная, бескрайностей, соперничество с Испанией, то при Марии всё наоборот. Это зигзаг, это временный поворот в противоположную сторону. Она, в сущности, попыталась остановить время в целом ряде вопросов. Ярче всего это видно было на примере её политики в области контрреформации. Она подняла знамя борьбы за движение назад. Ну, какой-то Юлиан отступник совсем другой эпохи, других времён. И благодаря этой своей политике, которую можно было попытаться осуществить исключительно прямым насилием, что она и делала, вошла в историю с этим ужасным прозвищем «Кровавая». Да, у нас, Наталья Ивановна, вопрос в интернете сразу. А когда это она стала кровавой? Спрашивает Михаил Леонтьев из города Энгельс. Он спрашивает. Собственно, стала уже при Елизавете или позже? При жизни. Ведь сначала она была вроде бы католичкой. Она была всё время католичкой, всегда. И по прозвищу католичкой. Но прожила жизнь очень сложную, путанную, которую мы постараемся сейчас припомнить. Она была и любовью нации, и каким-то даже идолом некоторое время, как гонимая, как обиженная. А закончила... Когда её исключили из наследования. Да, исключали, да, пару раз. А вот закончила, вот те не очень долгие годы своего правления, это пять лет. Пять лет всего было. Пять лет с чем-то, да, с небольшим. И закончила тем, что при жизни тот же народ, тот, который любил её одно время, жалел довольно сильно, готов был быть к ней расположенным, этот же народ назвал её кровавой. Во всяком случае, в протестантских памфлетах при её жизни, в 50-е годы, после 1555 года, её называют и кровавой, и злодейкой, и что корона её в крови. И очень такое вот мрачное завершение её правления и этого зигзага, который потом с трудом, но не без успеха, выправит её сводная сестра Елизавета Первая. Но ведь всё-таки должны быть какие-то мотивы для такого странного, ну, не очень государственного, направленного поперёк течения поведения. Наверное, её жизнь, её личная, насквозь, совсем, переломанная судьба многое объясняет. Если не всё, то многое. И начнём, как обычно. Родилась 15 февраля 1515 года. Родители. Чрезвычайно примечательны фигуры родителей, и в сущности эти фигуры и определяют изломность её судьбы. Отец, король Генрих VIII. Он стал королём в 1509 году, и уже шесть лет, к моменту рождения Марии, ждал рождения наследника. Сына, мальчика. Наследника. Да. Я так и сказала. Да. Только мальчика. Чтобы линия английских королей была продолжена. Ещё не знали в то время в Англии, какими знаменательными будут в английской истории женские правления. А ты из-за этой первой великой, к Виктории, допустим, ставшей совершеннейшим знаменем и символом нации во многих отношениях. Вплоть до Маргарет Титчер. Вплоть до того, что королева Андреевская. Давайте, Елизавета II, не будем забывать. Не будем забывать, что королева у них есть королева, и почётом и уважением пользуется сегодня. А тогда эта мысль была непривычной, непонятной. Тем более, что на континенте, начиная с французского дома в Луа, с которым Этюдоры были в некотором родстве, утверждали твёрдую позицию. Женщина не должна... Лилии не придут. Но, слава богу, англичане на это не пошли. Но в этот момент ждали только мальчика. И вот он уже шесть лет ждёт наследника. Он женат. О его жене я сейчас скажу. О матери Марии Екатерине Арагонской. Но у них уже рождались мёртвые дети. И именно мальчики. И он уже напряжён очень на эту тему. И ждёт исключительно мальчика. Человек этот знаменитый, Генрих VIII. Печально во многом знаменитый. Он проделал за свою жизнь огромную эволюцию. От, так сказать, короля гуманистов, каким он вступал на престол. Ему и раз в Роттердамске написал хвалебную оду в честь его восшествия на престол. Любил античных авторов. Аванс. Но это аванс всё-таки. Да. Эта вода была программой. И Разм ненавязчиво советовал, каким надо быть правителем. Но было известно, что в ту минуту молодой Генрих наряду с турнирами очень любил античную литературу, классику. Он проделал классальную эволюцию. До казни Томаса Мора, который сначала сделал этого гуманиста своим первым советником, лордом-канцлером. А затем беспощадно казнил за то, что он отвергал реформацию. Печально знаменитые шесть жен Генриха VIII. Это же невероятно. Но не везло ему. Это им не везло, Сергей Александрович. Екатерина Арагонская, мать Марии. Длинный, тяжкий развод, которого она не признала до конца своей жизни. Анна Болейн, мать Елизаветы. Английская, представительница английской знати. Не та ещё авантюристка. Авантюристка. Сложная фигура. Казнина. Джейн Сеймур. Умерла очень скоро после родов. Вот это печально. Вот это печально было. Да, того самого мальчика Эдуарда VI. Анна Клевская. Какое-то недоразумение. Не понравился портрет. Ну да, это даже не рассматриваю. Понравился портрет работы Гольфы. Анна Клевская не понравилась. Но уцелела. Она настолько была... Вот ей повезло. Неприятно. Что он сказал, просто уберите, просто уберите. Даже казнить не стал. Она не доехала просто. Екатерина Хауарт. Казнена. Ой, какая. Вратное поведение. Тоже еще так немножко. Кендрик всем рассказывал направо-налево, что она изменяла ему сотнями мужчин. Ну, это даже противоестественно. Ну, преувеличивал, но так... Но это там было серьезно. Что-то было. Еще как. И Екатерина Парр, последняя, молоденькая, милая, смирная, которая умирающего этого уже старого обжора и развратника, вот придется его так назвать, уговаривала успокойся, наконец, признай своих детей, и вообще хватит этих страстей. Ну, кстати, она так подспудно получила, что для будущего много сделала Англия. Все хорошее она и сделала. Прекратила эти его... Может быть, он успел бы их переказнить, если бы она не оказывала свое положительное влияние. Вот такой папа у нашей героини. Теперь мама. И мама яркая. Екатерина Арагонская. Младшая дочь знаменитых католических королей, объединителей Испании, Арагона и Кастилии, Фердинанда и Изабеллы. У нее старшая сестра Хуана Безумная, это их старшая дочь. Лалока, да. То есть семейка та, еще там и безумие, там фанатизм. Изабелла... Мы еще встретимся с потомками Хуана Безумной. Да. В истории Марии... Изабелла фанатично верующая, Фердинанд фанатично жаден. Такая парочка очень яркая. И вот в возрасте 16 лет эта девочка Екатерина Арагонская была доставлена в Англию и выдана за старшего брата будущего Генриха VIII. То есть не планировалось совсем, что она будет королевой. Какая магия есть в этих коронах. Как потом они приковывают человека. Ей даже не планировалась некая корона. Но всю свою жизнь она посвятит борьбе за то, чтобы называться королевой. У нее быстро сменился жених. Да. Этот ее... Артур, ее жених, ему было 14 лет, ей 16. Брак не был реализован. Что потом долго доказывали и доказали. Ибо он был очень болен, прикован к постели, умирал, кажется, от чахотки и ушел из этой жизни. И очень скоро Генрих, оставшийся главным наследником, женился на вдовевшей вот этой девице. Иначе не скажешь. Вдова осталась в Англии сначала, не уехала потому, что ее папа Фердинанд не желал выплатить ее преданное. По своей жадности ужасной. Тем более, раз брак-то не состоялся, зачем же доплачивать? За что преданное? Она была заложницей своего преданного. При дворе Генриха, будущего Генриха VIII, а при дворе еще Генриха VII, его отца. То есть в жалком положении. И вот в 609 году принято решение Генриха VIII, едва став королем, молодым королем, женится на ней. Он на 6 лет моложе ее. Причина такого решения, тут, наверное, много, может быть, разных мотивов, но одна из причин, видимо, длительное, оказавшись заблуждением, намерение сохранять мир с Испанией. Очень угрожало тогдашней Европе. Конечно. Мы так старались, что же нам терять невесту. Да. Нарастающая мощь этой едва только что объединившейся Испанией, ее лидирующее положение в мировых открытиях географических, хлынувшее туда золото. Богатство. Да. В империи Габсбургов никогда не садилось солнце, как говорил сам Карл V, император этой империи, куда входила Испания, как ее и дрону входили, немецкие земли, итальянские земли. И даже небольшие владения во Франции, Нидерланды, больше, чем Фландрия, все Нидерланды. И владения в новом свете. Это что-то фантастическое. И вот мысль о том, что есть такая заложница, которая посидела немножко заложницей, нереализованная жена, ставшая прямо сразу вдовой. Что-то соблазнительное. И он женился. Тем более, что, как мы уже знаем, к женитьбе Генрих VIII относился легко. И от этого брака он очень ждал ребенка. Три мертворожденных мальчика. Вернее, два мертворожденных. Один умер очень быстро после рождения. Что-то не то. Что-то, видимо, как мы сейчас сказали бы, плохо в генетике. Им бы заняла современная медицина. А там просто ждут и ждут, что мы добьемся. Была не редкость вообще-то. Конечно. Детская смертность была потрясающе высокой. Поэтому, и тем более, эта доктрина, установка, Бог дал, Бог взял. Они смотрели на это совсем иначе, чем современный человек. И вот, когда Екатерине уже 30 лет, она на 6 лет старше тому, значит, тот очень молод, все еще Генрих VIII, ему 24, рождается дочь. Та самая Мария, о которой мы сегодня говорим. С одной стороны, очень долгожданное дитя. Наконец-то оно не умирает, живет. Но, с другой стороны, это все-таки девочка. Тем не менее, надеюсь, что в будущем будут и мальчики. Пока к ней отношение было очень хорошим. Я бы сказала, детство золотое. Балы, пиры, наряжают. Но, с другой стороны, в этом даже как бы золотом детстве, с самого начала была большая горечь. Родители очень редко видели своего ребенка. Генрих VIII был занят увеселениями до безмерности и делами государства тоже. Но при этом он очень молод, он очень жизнелюбив. А Екатерина старалась не отстать. Она очень волновалась, как бы на его фоне не оказаться раньше времени стареющей. Она старалась все время быть рядом с ним. Тем более, что он очень давно уже доказал ей, что фаворитки у него есть и будут. И поэтому родители в жизни маленькой Марии были краткими счастливыми эпизодами. И второе, что омрачало прямо с рождения, ну, с самых младых ногтей ее жизнь. Это то, что я назвала бы династическим товаром. Для этой эпохи очень характерно видеть в детях королевских династическую продукцию, которую можно выгодно продать на вот этом межкоролевском рынке. С ее трехлетнего возраста начинаются переговоры о ее будущем браке. Ребенку три года. Но у нас есть невеста. Ребята, у нас есть невеста. И это очень важно, потому что расстановка сил в западноевропейском регионе в эту эпоху раннего нового времени, она еще не очень стабильная. Она где-то, ну, к эпохе, допустим, там, 30-летней войны, 17 века, она определится. Более-менее. А сейчас, да, более-менее. По-настоящему такая какая-то система государств, конечно, сложится уже в рамках абсолютно нового времени. А тут неясно, кто будет на чьей стороне. Папство, как уходящая теократическая сила, все-таки плетет все время такую сложную, тонкую политику. Франция, проигравшая в Столетней войне, но затеявшая колоссальные итальянские войны. Франциск I побывал в плену это унижение. Он хочет от него освободиться. Он хочет вернуть себе достоинство. И вот тут английская корона, английский трон и дружба с Англией могут быть важной разменной монетой. Первый, за кого ее, эту Марию трехлетнюю, сватают, прочат, это французский дофин, малолетний будущий Генрих II. Да, все будет не так, его женой станет Екатерина Медичи, но первый торг вокруг трехлетней девочки, она же единственная наследница. Это придает ей цену. Интересно, вот эта мысль, посетившая меня про этот династический рынок, цены там меняются. Вот она сейчас единственная наследница. Других нет. И это одна цена. Предлагаются одни браки с Францией, с самой Францией. Потом она будет меняться. Когда в силу превратности судьбы ее лишат, прав наследования, ее начнут прочить, ну, максимум за герцога Савойского. Цена изменилась. Товар изменился. Это удивительное явление, чем-то напоминает обыкновенные рыночные отношения. Екатерина Рогонская все еще пытается в 1518 году родить наследника. Последняя неудача родилась мертвая девочка. Поэтому судьба матери Марии, как судьба плохая, трудная, трагическая, уже к 1518 году прояснилась. В возрасте Марии три года. То есть ее детство золотое, оно еще продолжается некоторое время. Генрих VIII называет ее «самая большая жемчужина королевства». Ее показывают, наряжают. У нее приятная внешность. Все отмечают, что в детстве она была очень хороша. Пышные, светлые кудри, стройная, невысокая фигурка. Ее вот как товар выставляют на этих пирах, просятся танцевать перед послами. Послы писали о своих впечатлениях и стали для нас бесценным историческим источником. Эти их письма, эти их впечатления, в частности, от этого золотого ребенка, который все еще остается единственной надеждой престола. Но в 1519 году у Генриха VIII родился незаконный сын. Бастард, как их называли в те времена, от знатной придворной дамы Елизаветы Блаунт. Ему дали имя, красивое, с аристократическим звучанием, Генри Фитцрой. И он становится опасностью для Марии. Конечно, она пока этого не понимает. Она маленькая. Но вот уже рядом с ней есть тень этого бастарда. В сущности, по тем временам король мог признать права, признать этого ребенка законным, собственной волей объявить. Тем более, очень скоро он свою волю поставит над всеми, даже над волей римского престола. А пока продолжается прекрасная жизнь. Ее обучают языкам. Она, все подчеркивают послы, что она прекрасно читает стихи по латыни, что она может читать по-гречески и говорить. Она ведь увлекается античными авторами, но не меньше, чем античными авторами, отцами церкви. Призрак того, что ее роль в истории церкви будет особенной, а мы уже знаем и зловещей, намечается здесь. Потому что именно... Кто ее воспитатели? Ее воспитатели, отцы церкви, больше, чем гуманисты. Мор не занимался ее воспитанием. И разум не занимался его воспитанием. И самая страшная тень, которая нависает над ее жизнью, это то, что Генрих VIII, после рождения последнего мертвого ребенка, задумал развестись с Екатериной Арагонской. Развод с испанкой, католичкой, дочерью самых наихристианнейших королей в католическом мире, с сестрой Карла V, вот этого самого императора, объединяющего, по крайней мере... Она двоюродная сестра. Да, кузина. А бесконечно с ним переписывается, она в контакте. И все время связь у нее с Испанией прочная. Затеять развод именно с ней, это дело, конечно, безумное. Но Генрих VIII проявил удивительное упорство. Считается, что в этом упорстве его сыграло роль очень многое. Очень хотелось поживиться за счет богатств церкви. В Англии с XIII века правящие монархи то оказывались в большой зависимости от римского престола. Ну, как, например, Иоанн Беземельный, который признал себя в начале XIII века вассалом римского папы. Лично себя, не все королевство. И по этому поводу папе платилась большая дань. То потом начиналась волна протестов против этого, уже, допустим, в XIV веке при Эдуарде III. То есть отношения с римским престолом не были безоблачными. Напротив, они были достаточно сложными. Уже был Виклиф, который в конце XIV века, о котором мы говорили в одной из недавних передач, Виклиф, который подверг теоретическому, фундаментальному сомнению права римского престола на то, что они высший авторитет. Короче говоря, для развода надо было разрешение папы. Как в свое время и для брака с Екатериной Арагонской было нужно разрешение папы, потому что она уже была замужем с родным братом Генриха VIII. Другая ситуация. Да, все равно они разрешение получили. Они бумагу получили. И был еще специальный документ, которым подтверждал, что тот брак не был реализованным. То есть чистота этой своеобразной невесты. А теперь развод. А браки, как известно, согласно католической доктрине, совершаются на небесах. Папа развода не дает. Генрих в ярости. Все соединяется вместе. Жажда потеснить римский престол, поживиться за счет церкви и осуществить развод. И он берет это на себя. Короче говоря, сам в своем отечестве папа я. И я себя развожу. И развел себя в 1527 году с Екатериной Арагонской. Брак его объявлен недействительным. И просто развелся. Брак объявлен недействительным. А Мария незаконно рожденным ребенком. Вот тут-то все и начинается. Я напоминаю, что вы слушаете и смотрите программу «Все так» с Натальей Басовской. Мы прервемся очень ненадолго. А потом продолжим историю Марии Тюдор. Одна правда хорошо, а две лучшие. Эхо Москвы. Все так. Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так. Ну что же, мы продолжаем. Сегодня наша героиня Мария Тюдор. Наталья Басовская ведет свой рассказ. Сергей Бунтман ведет передачу. Мы остановились на разводе Генриха Восьмого с Екатериной Арагонской. Эту процедуру, так сказать, начав с идеи в 1527 году. Он шесть лет. Генрих Восьмой шел к этому событию. И в 1533 развел себя с надоевшей женой. Тысяча причин, вероятно. Развод состоялся. И Мария, которая до этого была законной наследницей, единственной наследницей, уже имела титул принцессы Уэльской. То есть, ее права на английский трон подкрепляли с этим титулом. Лишается титула. Лишается статуса. И с 12 до 16 летнего возраста она дочь ненавистной разведенной жены. И находящаяся в абсолютной опале совместно с матерью. Как говорят в повседневности, в этом разводе она оказалась на стороне матери. Она оказалась-то, наверное, никак иначе не могло быть. Потому что ее же сразу лишили признания того, что она законная дочь, того, что она законная наследница, принцесса Уэльская. Кроме того, католическая вера, в которой она воспитана, она ее тоже мгновенно не могла растерять. И очень любила труды отцов церкви с раннего детства, о чем я говорила. В итоге она оказывается в положении на смену золотому детству. Приходит статус вне брачной дочери. Так ее теперь называют. Соответственно, обращаются. Переселяют в гораздо худшие условия, чем были до сих пор. Она в небрежении. У нее был уже свой двор. Да мало того. Она готовится к смерти. Потому что начинаются казни неугодных людей. Тех, прежде всего, кто не поддержал эту реформацию, проводимую сверху. Отметим, что этих казней было много. Очень. Только она превзойдет отца. И в этом вопросе. Это страшно. Вот в этом превзойдет. Лучше превзошла в чем-то другом. Казнен Томас Мор. Что произвело вообще впечатление на всю Европу тогдашнюю. Хотя коммуникации были не очень надежными, но были. Разум скончался очень скоро после получения известия о казни Томаса Мор. Потому что любил его как ближайшего родного своего друга. А в сущности официальный повод для казни Томаса Мора, официальное основание. Это отказ его принести присягу новому статусу короля, как главы англиканской английской церкви. Его новой жене Анне Болейн. Принять этот новый брак. Признать его законным. Все это Томас Мор сделать отказался. Прекрасно зная, что обрекает себя на смерть. И вот в этой ситуации, когда она оказалась, Мария, такой фигурой преследуемой. У нее появляется новая популярность. Первая в ее жизни. Ну, до этого была придворная популярность. Династический товар. Хорошенький ребенок. Хорошенькая принцесса, которая танцует для послов. А вот здесь появляется первая народная популярность. Вещь страшная, сложная и очень нестабильная. Но известно, что народ часто жалеет гонимых. Конечно. Жалеет. Потом быстро-быстро переметнется. Но пока она вместе с Екатериной Арагонской оказалась в статусе тех, кого жалеют. Тем более, что Екатерина проявила определенную твердость. Ее могли и заточить, но не заточили. Просто не позволяли жить вместе с дочерью. И держали в таком довольно жалком замке. Ее не казнили, что тоже достаточно удивительно. Но это, конечно, потому что она оттуда родом из Испании. Это была бы война с Испанией. Она подписывала письма до конца своих дней. Екатерина – несчастная королева. Хотя официальной ее королевой уже никто не считал. Но разгорающаяся реформация в 30-е годы обретает страшные, крайние формы. Вот наиболее потрясший меня, например, факт из того, что произошло. Это разграбление и уничтожение знаменитой гробницы Томаса Беккета. Святого архиепископа Кентерберийского. Который был убит в XII веке. Ну, в общем, видим, по приказу, такому негласному приказу короля Генриха II Плантагенета. У его гробницы происходили чудеса, происходили исцеления. Это было место паломничества. Гробница была богатейшим образом изукрашена. И вот под флагом реформы церкви, борьбы с католическими предрассудками, сведомо Генриха VIII, разграбили эту гробницу, выковырили драгоценные камни, растащили драгоценные ткани и кости сожгли святого. А потому что Генрих подписал такой текст. Томас Бекет, бывший епископ Кентерберийский XII века, провозглашенный римской властью святым, с этого времени таковым больше не является. И его не следует почитать. Вот такие крайности, такие жестокости, которые, конечно, впитывала в себя и Мария будущая кровавая. И в этой вот тяжелой обстановке реформации она и ее мать непреклонная Екатерина Рогонская становятся знаменем контрреформации будущей. Все силы, которые прежде всего Север Англии, Шотландия, те, кто не приняли проведенную реформу Генриха VIII... У шотландцев другая будет реформа. Да, у них будет своя, но они держатся за католическую, пока за католическое знамя. Для них фигуры Екатерины Рогонской и преследуемой Марии очень желательны. До падения Анны Болейна, так сказать, статус Марии был так труден, что, в общем, она помышляла даже о побеге из Англии. Ей подчас грозила смерть. Но в 1536 году Генрих VIII, неустойчивый муж и неустойчивый король, казнила Анну Болейну. Это отдельная история, подробности о ней говорить сейчас не будем. И через 11 дней после казни матери Елизаветы I, Анны Болейн, вступил в новый брак с некой Джейн Сеймур. И эта молодая Джейн Сеймур, наконец, родила ему сына в 1537 году. Да, но прибавилась еще одна гонимая принцесса. Да? Да. Елизавета, дочь Анны Болейн. Итак, две. Еще одна незаконно рожденная. Мария от Екатерины Рогонской, ставшая незаконной, потому что состоялся развод и потому что брак вообще признан недействительным. Анна Болейн, которая была казнена как бы за предательство, за измены, там бог знает что, ей приписали, и на почве казни ее матери брак тоже объявили незаконным. И родился законный мальчик. В 1537 Джейн Сеймур родила сына. Это будущий английский король из династии Тедоров, который недолго будет править. Эдуард VI, он будет править всего 4 года. Нет, 6 лет. Он будет править 6 лет. Пока никто не знает, какая будет его судьба. Роды очень трудные. Через несколько дней после его рождения Джейн Сеймур умирает. При дворе ползут слухи, и по стране ползут слухи, что на самом деле роды были трудные, и надо было бороться за жизнь и матери, и ребенка. И как это бывает, он сказал только спасать наследника. Поэтому Джейн Сеймур была обречена. Мария, крестная мать принца. Это вроде бы милость. Но опять не наследница. Потому что теперь есть наследник. А она отодвинута в тень. И то, что она была объявлена незаконно рожденной, не отменено. Какая изломанная жизнь. Она должна быть изломанной, мучительной. Потому что между двумя конфессиями, между двумя родителями, между двумя Англиями одна принимает реформацию, другая нет. Между двумя странами. Потому что испанские родственники все время пишут ей письма, в которых ее морально поддерживают. Могущественный Карл V, ее кузен. Он как бы всегда, ей кажется, в любую минуту двинет великие войска ей на помощь. Да, он ее кузен. Давайте уточним. Здесь он ее точно двоюродный брат Марии. Да, двоюродный брат Марии. Так что это будет очень важно для последующего. Здесь спрашивают, что будет двоюродный племянник, будет ее Филипп II. Потому что она выйдет замуж за сына Карла V, Филиппа II. Между тем продолжаются торги на династическом рынке. Марию по-прежнему сватают. Начали в три года, мы говорили. Я просто перечислю, за кого еще предположительно ее сватают. Да, вы послушайте уровень. За дофина Франции. Нормально. Потом к союзу с Габсбургами повернулись. И она предполагаемая невеста императора Карла V, кузена Марии. Она побывала у его теоретической невесты. Даже прислала ему какое-то кольцо, которое он со смехом надел на мизинец. Сказал, ну что ж, буду носить. В памяти они много старше и так далее. Потом снова планы, связанные с Францией. Ей 12 лет. Потом шотландский король в 30-е годы. Кто-то из юго-восточной Европы. Это падение статуса. Это где-нибудь Балканы. То есть это туманные были слухи. Но настолько был снижен ее статус, что ее могли отдать за какого-нибудь там славянского князя. Потом за сына герцога Клевского. Ну это тоже. Это провинция. Это ничтожество. Франческо Сфорте рассматривался правитель Милана. И снова французский принц. То есть еще одна грань изломанности ее жизни. Она все время как бы выставлена в витрине на продажу. И вот этот династический торг вокруг нее идет. И как бы шансов на корону у нее нет. Они призрачны. И она надолго уходит в чисто религиозные вопросы. Где-то с 40-х годов. Хотя права принцессы восстановлены. Положение при дворе приличное. Она уже не обязана бояться свою жизнь. Но личной жизни нет. На ярмарке невесты она уже не юная. Уже стал королем в 47-м году ее сводный брат Эдуард VI, сын Джей Сеймур. И она уходит в религию полностью. Это видимо такое отчаяние, внутреннее одиночество. Судьба сломана. Это ясно. Но как интересно, что отказаться от призрака короны. Вот например сказать. И уеду я себе в Испанию к своим родным. И они будут счастливы. Нужна она им там очень сильно. Она им тоже не нужна. Она нигде. Если она не претендентка на престол английский. Поэтому если ее можно хоть чуть-чуть оправдать ее последующее злодейство. Заметим. Судьба очень тяжелая. И при этом народ. И не только народ. Народ широк в смысле слова. И те остатки католического духовенства. Которые еще целы. Превращают ее. Живущую где-то в тени. Все в молитвах. В знамя контрреформации. Я даже думаю, что если предположить за ней. Какое-то политиканство. А какое-то примитивное видимо было. То вот этот ее уход в крайнюю религиозность. Не такой случайный. Ведь ее превращают в знамя контрреформации. А это серьезное знамя. Смотрите какая она набожная. Она не только гонимая. Она не только вот там несчастная. Она очень верная католичка. И вечная память об ее матери Екатерине Арагонской. Которая была фанатичной католичкой. И дочерью самых католических западноевропейских королей. Поэтому она знамя католиков. Знамя тех, кто недоволен развивающимся ранним капитализмом. Огораживаниями. Всем тем, что приносит мучительную ломку в экономику. В социальную жизнь страны. Но что совершенно неотвратимо. А она по своей личной судьбе и установкам как бы надежда на то, что можно вернуться во вчерашний день. С позиции длительной исторической ретроспективы мы знаем, что вернуться ровно во вчерашний день нельзя. Но как много людей в двадцатом и даже в двадцать первом веке часто думают. Вернемся ровно туда, где нам было так хорошо. И вот она ставленница, вольная или невольная этих сил. Все-таки думаю, довольно-таки свое политиканство у нее было. Что дает мне основания так думать. Когда в связи с ранней смертью Эдуарда Шестого Мария опять становится совершенно реальной наследницей. Придворная попытка лишить ее этой возможности проваливается. Выдвигает некую Анну Грей, внучку сестры Генриха Восьмого. Но народ и Лондон не поддержал. Вот это знамя вокруг Марии Ореол, который образовался католичка, религиозная, набожная, ну незамужная, значит, по тогдашним еще понятиям очень чистая, никаких дурных слухов о ее моральном поведении нет, составила народ и в частности лондонцев вступиться за нее. И она королева. Вот тот призрак короны, который оказался таким нереальным, внезапно осуществился. Она сразу берет реванш, как бы за все. Вот эти молниеносно начавшиеся казни, она у власти пять лет, с 1953 по 1958. Ну, разгар казни 1955, конечно, когда прибудет ее супруг, сейчас он появится в нашем рассказе. Но все равно, сразу казнена вся семья этих Греев. Не только сама несчастная ставленница придворных, все. Казнен архиепископ Кранмер, горячий сторонник реформации, человек широко образованный, интеллектуальный, ну фигура, сопоставимая, допустим, с Томасом Мором, уже ушедшим в прошлое. Начались ежедневные сожжения еретиков. Но как не получить было ей это прозвище кровавое? И тут еще она объявляет, что она приняла решение, что ее мужем, женихом, а с тем мужем, может стать только один человек. А именно сын императора Карла Пятого Габсбурга, Филипп Второй Испанский. Человек молодой, ему 26 лет, а ей 39. Тем не менее, только за него. Он не просто человек. Политически это тоже фигура, это тоже знамя, это знамя контрреформации, это знамя борьбы против кальвинизма, поднявшего голову и развивающегося в Нидерландах, это знамя дружбы с инквизицией, это мрачная, это ужасная фигура. И в Англию, которая с 14 века отличается, ну с 13 даже, колебаниями в религиозном вопросе, привлечь в качестве мужа королевы, скажем сразу, не короля, мужа королевы. Консорта, да. Да, это муж, который называется принц-консорт. Он муж, но он не король. И все равно. Тем более, что она объявляет, что это решение ее сердца, ее души в ее-то годы. Но другого-то у нее в жизни не было. 25 июля 1554 года состоялась свадьба Марии. Я думаю, что для всех людей, сколько-нибудь вольно мыслящих в Англии, ну для протестантов прежде всего, уже было ясно, что это черный день. Тем более, это молодой принц, очень ненавидимый во многих частях Европы. Ну, в Нидерландах эта фигура, он и Альба. Альба, и он неизвестно, кто страшнее. Два чудовища. Но он молодой, и в ее глазах красавец. Я не знаю, как ей удавалось писать, что он красавец, и его изображения известны. Вот она поздняя любовь-то, как сказал бы Александр Николаевич Островский. Он еще оживился в Англии. Начались придворные пиршества, балы. Ну, ей хотелось взять реванш за свои юные годы. Золотое детство, затем провал в юные годы. Взять реванш. Но все проходило очень трудно, потому что он прибыл с большой испанской свитой. И выяснилось, что аристократия испанская той эпохи очень плохо совместима с аристократией английской. Они по-разному одеваются. У них разные традиции. У испанцев, как известно, воротники были таковы, чтобы голову даже нельзя было опустить. Чтобы она автоматически держалась с задорным кверху носом. И, как пишут англичане этого времени, что они держатся так, как будто бы мы их слуги. Начались конфликты, которые дошли до драках при дворе. Перы заканчивали с дракой, затем суд, кого-нибудь казнили, а казнили щедро. То есть, это довольно страшная ситуация и страшное решение принять Филиппа II в качестве мужа королевы. Кровавая политика, с которой она осталась в истории, конечно, она как топливом каким-то, как духовным огнём дополнительным была поддержана Филиппом II. Хотя при дворе он вёл себя светски, участвовал в балах, в турнирах, но он привёз с собой соответствующих людей и соответствующие судилища над еретиками. Если не достигли того, что творилось в Нидерландах, ну, в разгаре 60-х годов, это будет, это на пороге, это на пороге, то он здесь прошёл предварительную подготовку, надо сказать. Ежедневные сожжения еретиков. Ежедневные. Эта процедура стала повседневностью. Три тысячи священников католических, которые ещё нашли уцелевших в заброшенных, полуразрушенных храмах, в полуразвальных монастырях, их отыскивали, они были изгнаны из Англии. Триста тех, которые считались особенно активными и зловредными, были сожжены. А множество протестантов стали, сжигаемые на глазах этой ежедневной процедуры, стали вызывать сочувствие народа. Вернёмся к теме сочувствия народа. Будучи гонимой и несправедливо обиженной в семейном плане, Мария была, да, в несколько лет, объектом горячего сочувствия народа. Среди даже самых простых людей сохранились сведения и об этом. А теперь эти самые протестанты, во-первых, их влияние в Англии уже очень сильное. Прошли годы. С тридцатых годов, сейчас пятидесятые. А во-вторых, при своих, в этих страшных публичных казнях, многие из них начали проявлять исключительное мужество. Перед лицом смерти они изменили своё поведение, если вначале многие каялись, как им приказывали, просили прощения свои, былые убеждения. Но вот Кранмер сначала покаялся, но перед самой смертью сказал, сожалею, что покаялся. Я хотел сберечь свою жизнь, чтобы помочь вам же, моим братьям, протестантам. А теперь многие из них ведут себя просто исключительно то ли героически, то ли фанатично. Но народ потрясён их мужеством перед лицом смерти. И вот эта народная симпатия, или по-пушкински мнение народное, начинает перемещаться и очень быстро отшатывается от фигуры Марии, от которой никто не ждал, такой жёсткости, такой толпы иноземцев, тем более испанцев, такого мужа. А тут ещё происходит некий знаменитый на всю Европу казус. Народу объявляют, что она ждёт наследника от Филиппа Испанского. Это важное известие, что в конце концов ведь есть опасность, вдруг Филипп добьётся, что его признают и королём английским. А у него уже столько корон, ещё одна. Но это не ложная весть. Да, это ложная, это слухи. Но она сама в это верила. Если будет законный наследник, то корона перейдёт к наследнику. Есть версия, что она сама верила, что у неё родится ребёнок. И что как бы внешне всё выглядело так, что родится. Не знаю, мне всё это кажется большой политической игрой, чтобы успокоить страсти и переменить то самое мнение народное. Ничего, вот сейчас она родит ребёнка. Давайте порассуждаем, вот как должен рассуждать нормальный человек. На престоле женщина. Непривычно, но приняли. Вот сейчас она родит ребёнка. Она помягчает. Она подобреет. Филиппа дела уже отвлекли. Он уже отправился в Испанию. Ему надоело здесь, в Англии. И драки дворян надоели. И всё надоело. И у него много дел. Он уплыл в Испанию. И может быть, всё будет хорошо. И волна ненависти к ней, при этом известии, что у неё будет наследник, немножко спала. Но, как известно, дольше девяти месяцев трудно сохранять такую версию. И они ухитрились её держать двенадцать месяцев. Только в двенадцать месяцев признали. Мы ошиблись немножко. Три месяца плюс-минус. Это были ошибки, неточность. Тем более, медицина известна какая была. Но, в конце концов, пришлось признать. И всё, что осталось, а признание-то случилось в 1555 году. В это время как раз Карл V отрёкся от императорской короны. Филипп там у себя стал ещё и императором. Нет, он не стал императором. Он стал только испанским правителем. Получил половину империи. Он получил половину империи. Готовится бороться за врочность границы и объединение всей. И в это время народ готов был смягчиться. Но нет, она не дала им это сделать. Во-первых, она втравилась в противоречие с Францией ради Филиппа. И чем это кончилось? Непродуманная война, к которой Англия была не готова. Потери Кале. В 1558 году англичане потеряли последний обломок своих владений во Франции. На континенте. Кале важнейший. Ворота Франции называли этот город. И она известна такие слова. Она говорила, когда я умру, и если будет вскрытие произойдёт, и будет скрыто моё сердце, там обнаружат Кале. То есть закат её жизни очень плохой, очень тяжёлый. Жизнь неудача. И народ при жизни называет её кровавой и возлагает все свои надежды опять на принцессу, опять на женщину. Как потом выяснилось, не напрасно. Потому что Елизавета, как женщина, во-первых, умная, по-видимому, более умная от природы, она имела возможность видеть все вот эти безумные ошибки, все эти безумные поступки. Эту попытку силой и только силой, казнями и только казнями кострами повернуть историю, а тем более мысли людей вспять. Но Мария её не тронула. Мария-то её оставила в живых. Да, она состояла в её свете некоторое время. Но Елизавета, видимо, была столь умна, что вела себя так тихотничка, так осторожненько, что её не за что было раньше времени казнить. Да, только причастие не принимала к католическому обряду. А остальное всё дело, что... Тем не менее, Мария всегда называла её сестрой. Как когда-то называла братом своего этого бастарда Фитроя. И, во всяком случае, вся эта странная история с детьми, которые то законны, то незаконны, завершилась тем, что Елизавета правила как законная правительница Англии. Наталья Басовская, вот такая судьба Марии, прозванной Кровавой. Марии Чудор, королевы Англии. Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Всё так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...